всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия в этом видео я решила поделиться своими знаниями о вязании жгутов о вязании с бисером для новичков то есть я прекрасно понимаю насколько сложно бывает разобраться в новой теме новичку когда он приходит он не знает какой бисер нужен для вязания какой бисер подойдет какие ниточки надо купить какие инструменты понадобятся и так далее в конце концов сколько же бисера набирать так вот в этом видео я вам расскажу все по порядку какой бисер вам необходим какие нитки понадобятся какие крючки выбрать и так далее и что самое главное я дам вам ссылочку на скачивание калькулятора в котором вы рассчитаете сколько же бисера набрать для своей работы так что досмотрите это видео до конца я уверена она будет для вас полезным и от себя я хотела бы добавить что в любых начинаниях конечно же нужны старания нужен какой-то опыт но самое главное это желание но мы с вами переходим к нашим жгутам пойдемте разбираться с чего начинать и в какую сторону двигаться и так девочки первый мой совет не гонитесь за сложным начните самого простого то есть научитесь вязать вот такие вот простые жгуты на 6 бисерин полустолбиком после того как вы научитесь вязать жгуты полустолбиком можно будет переходить на толстячки вот такие вот они вяжутся столбиком уже без накида вот это жгут потолще как вы видите да на 10 бисерин начните с простого и более сложные варианты вы уже потом освоите с легкостью то есть какие-то жгуты со схемами с рисунками оставьте на потом в их потом сможете очень быстро освоить но я хочу заметить что вот такие жгуты которые будут активны сами по себе то есть привлекать на себя внимание вам будет сложно вписать какой-то гардероб подумайте об этом они очень красивы сами по себе но на каждый день скорее всего вы их носить не будете это надо уметь носить уметь подбирать гардероб если оттенки ваших жгутов будут сочетаться между собой то можно абсолютно невероятное количество вариаций из них придумать то есть сегодня мы пошли в зеленом жгутики завтра вы в желтый комплект надели до жгутик на шею и браслет возможно в какой-то день вам захочется надеть один браслет но он должен быть каким-то хорошим объемным акцентом можно вот такую какую-то конструкцию здесь соорудить на руке точно так же вы можете сделать длинную при длинную нитку из двух оттенков и ее как-то на шее красиво расположить можно добавить сюда браслет то есть вариаций невообразимое количество согласитесь если вы будете вязать более дорогие варианты более сложные варианты это вот все жгут на шею 1 ну плюс к нему браслет все вариации больше никаких у вас не получится и здесь тоже самое вот он браслет жгут на шею уже как-то сочетать согласитесь будет сложнее вот это тоже жгутик из 6 связаны на 6 бисерин в круге полустолбиком он у меня примерно здесь два метра не помню плюс-минус связан наполовину вот таким серым оттенком наполовину вот таким графитовым и тоже согласитесь тут необыкновенное количество вариаций из такого жгута можно применять то есть какие-то банты какие-то косы плести какие-то ожерелья в общем узлы какие-то красивые вязать и то есть это все жгутики на 6 бисерин в круге и так следующий мой совет начинайте с недорогого бисера сразу скажу про китайский который стоит копейки можно забыть если мы будем вязать из китайского бисера у вас было получится корявое украшение потому что китайский бисер разный весь по размеру смотрите на бисер чешский это компания предсоса которая выпускает этот бисер огромная фабрика здесь огромное количество оттенков фактур покрытий еще чего-то цены на этот бисер приемлемые линейка начинается буквально с демократичных цен поэтому обратите внимание на чешский бисер вот в таких пакетах он выпускается от у меня начатый пакет и сейчас а нужны целые пакеты вот такая у них обычная маркировка в общем запомнили да еще на рынке можно найти ну например в леонардо я видела точно продают вот такой бисер он называется гамма это тот же самый бисер предсоса просто под другим логотипом выпущенный чешский бисер выпускается объемами 500 грамм но это не наш вариант потому что нам не нужно так много бисера вот этот пакетик это 50 грамм из 50 грамм у вас получится два набора вот таких вот жгутиков на шею и браслетиков то есть два набора точно у вас выйдет либо один вы свяжете и второй останется для будущих времен да есть еще минимальные вот такие вот упаковочки как вы видите да прицел оса это упаковки по 5 грамм скажу сразу вас они тоже не интересуют потому что из 5 грамм мало что получится сделать если только какое-то маленькое колечко для того чтобы было удобно работать с бисером найдите что-то силиконовое вот когда-то у меня был вот такой маленький коврике не помню даже откуда он у меня взялся но я вам хочу дать вообще самый простой совет то есть наверное у каждой хозяйки на кухне найдется вот такой силиконовый коврик простите пардон он у меня уже тут немножко был задействован все-таки в духовке я его отмываю немножко пятнами покрылся но тем не менее этот коврик 199 рублей фикс прайс они там есть всегда хотя и принципе давненько там не было так вот работает с бисером на силиконовых ковриках очень приятно посмотрите я их пытаюсь даже куда-то сдвинуть покатать они не хотят кататься и точно так же вот на этом коврике который у нас предназначен в принципе для кухни это очень удобно когда вы будете возьмете иголочку и будете набирать бисер для своей работы он у вас послушно будет нанизываться на иголку и вы справитесь с процессом набора намного быстрее чем какими-то другими вариантами и у меня есть еще один лайфхак которым я с вами могу поделиться с удовольствием это вот такой квадратный стаканчик по моему это была какая-то пироженка в каком-то из ресторанов насыпаем и делаем набор вот таким образом то есть нам уголок позволяет удобно завести иголочку вот в эту кучку с бисером и нанизывание происходит намного быстрее то есть если мы набираем бисер не по схеме а какой-то однотонный вот это вот самый удобный способ смотрите я даже пытаюсь сейчас сыпать бисер обратно баночку а он у меня с этого силиконового коврика просто не хочет соскальзывать то есть работать вот с силиконовыми ковриками очень удобно по поводу инструментов хочу сказать вам что лучше всего прикупить несколько размеров крючков от 0 5 до единички ну может даже 11 одни ниточки вам комфортно будет вязать одним номером другие нитки вам другим номером понравится вязать и не обязательно покупать сразу же какие-то другие инструменты купите самые простые вот даже вот такой крючок подойдет возможно не совсем удобно вязать будет вот таким вот металлическим крючком то есть его не удобно в руке держать он все-таки тонкий поэтому я выкручивалась первое время и вот такой вот крючок вставляла во второчку то есть убирается стержень здесь немножечко пропиливается чтобы пошире было вот это отверстие и вставляется сюда крючок вместо стержня вот такой лайфхак сейчас у меня в ходу почти все вот эти вот крючки из набора в наборе по моему 10 крючков было 10 размеров вот это самые тонкие самые ходовые именно для жгутов иголки для бисера также нужно выбирать специальные маленького размера то есть не каждая иголка пройдет в отверстие бисеринки вот видите тут иголочки идут вот с такими ровными ушками то есть здесь тонкая 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 ушка у этой иглы вот такие вот бывают ведь по длине и покороче длинные иголкой наверно удобнее работать при каком-то наборе точно это вот 11 номер иголочки вот такие но я вам сразу скажу я такими иголками почти не пользуюсь у меня всегда в ходу вот такая вот иголочка с двойным ушком вот видите у нее расслаиваются стеночки хоть с одной стороны хоть с другой она может работать если мы вставляем в эту иголочку нить то есть вот у нас ниточка вставляется вот так вот свободно вот видите я даже не целилась попала ниточкой главное завести туда хотя бы пол сантиметра и она никуда у вас не денется вот посмотрите это самое удобное самое классное качество вот этой иголки иголочки когда работаешь вот с такими иглами где обыкновенная ушка надо постоянно следить за тем чтобы у вас через это ушка ниточка не выскользнула и держать достаточно длинный хвостик здесь этого не требуется точно также они бывают разных размеров вот недавно я заказала вот такой себе набор сейчас покажу вот видите как их тут много они все вот такие вот двойные единственный минус этих иголок они гнутся вот то есть они вот такие вот мягкие и когда они многие рукодельницы не любят набирать такими иглами потому что ну вот видите мягенько тут все но на силиконовом коврике я вам скажу у меня все прекрасно получается со временем иголки гнутся форму теряют поэтому я держу все время больше в арсенале их побольше всегда есть у меня какой-то запас так что берите если будете покупать сразу не одну иголочку так следующий совет девочки обязательно подбирайте нитки под цвет бисера хотя бы примерно то есть если вот сейчас в данный момент я вижу розовый бисер на вот таких вот бежевых ниточках в принципе тут ничего не кидается в глаза у меня достаточно все плотно получается и мой выбор в принципе меня устраивает хотя можно было бы подобрать ниточки розового цвета если мы вяжем белый бисер конечно же ниточки белые берем если мы вяжем сиреневым каким-то бисером то белые нитки будут просвечивать сквозь бисер и лучше взять конечно же что-то сиреневое фиолетовое или что-то близкое к этому тону хотя бы примерно какие нитки мы используем для вязания жгутов но во первых это верно арт канариас это стопроцентными мерсеризованный хлопок вот в такой вот катушечки 20 грамм и двести три метра также можно спросить в магазине нитки джинсовые обычно продавцы знают дайте мне джинсовые нитки вот джинсовые нитки подходят либо ниточки микрон микрон 20 с по моему друг 2 вот микроновские нитки я как раз ими сейчас вижу очередной жгутик следующий этап нам с вами нужно разобраться сколько же бисер набирать заходим на youtube вот здесь вот есть лупа набираем факультет рукоделия переходим вот не вот в эти видео до которые здесь представлены туда не ходите вы запутаетесь и очень много видео вы не найдете переходим на канал вот он значок канала вот так вот выглядит вот этот переход на канал вы попадаете на главную страницу канала моего здесь есть главное видео шорты плейлисты вот нам с вами нужно во вкладку плейлисты заходим в плейлисты и листаем вниз листаем 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 у меня очень много плейлистов один из них смотрите техники работы с бисером это вот уроки для новичков то есть у меня на канале вы можете найти вот этот плейлист и вместе со мной по вот этим уроком начать вязать вот он этот плейлист открылся и можно все вот эти вот уроки друг за другом посмотреть вернемся в раздел плейлисты и пролистаем еще вот в самый самый низ здесь есть плейлист жгуты из бисера то есть мы с вами разговор ведем сегодня про жгуты поэтому я показываю вам этот плейлист смотрите вот буквально третье видео сначала может она тут изменится конечно же сколько бисера набирать забирайте бесплатно калькулятор расчета бисера для жгутов заходим в это видео здесь я показываю как можно ну тоже много всего полезного до рассказывал про свой калькулятор как работать с ним и так далее то есть это видео вы посмотрите самостоятельно а вот здесь я вам покажу под названием есть вот такая маленькая строчечка и она заканчивается словом еще то есть если мы с вами нажмем на вот это слово еще у нас с вами откроется описание вот здесь на планшете она сбоку появляется возможно на телефоне или на компьютере это будет где-то под видео и вот это все описание к этому ролику здесь есть ссылочка смотрите скачать калькулятор можно вот тут то есть мы заходим по этой ссылочке у нас открывается google таблицы вот он сам калькулятор но вот здесь вот он у вас открылся в google таблицах и отсюда работать у вас не получится то есть мы нажимаем три точки здесь есть вот такая вот кнопочка скачать калькулятора и все скачивание начинается дальше у себя на устройстве ищите этот калькулятор да вот открыть и уже в нем можете работать видео я там показываю как с этим калькулятором работать давайте сегодня не буду отвлекать ваше внимание во время работы когда вы будете вязать бисер особенно в первых рядах подводите к работе именно то количество бисерин которое у вас должно быть в ряду то есть если мы вяжем жгутик на 6 бисеринок значит 6 бисерин подводим к работе и вы знаете что вот пока вы эти 6 бисерин не провяжите у вас ряд не закончится там очень легко будет уже ориентироваться до самом начале потому что здесь самое сложное место начать в своих уроках я показываю как это сделать то есть вы видели где найти плейлист дальше какой бы совет не хотелось вам дать периодически когда будете вязать ставьте вот так вот в центр жгута свой крючок то есть видите я просто к пустила крючок на мгновение и увидела 3 бисерины вверху 3 внизу все у меня все правильно у меня ничего нигде не потеряно никакие лишние бисеринки сюда не затесались так то есть это мгновение буквально то есть вы продолжаете вязать дальше снова повязали повязали раз поставили крючок она все на месте понятно дальше вяжем если вдруг увидели сверху оказалось 2 внизу 3 все значит вы где-то не провязали одну бисеринку начинаете искать обязательно распускаете до того момента где у вас случилась ошибка и вяжите повторно эти ряды возможно бывает так что случайно да не заметили то есть подхватили мы заводим бисеринку сюда и подхватываем хотим одну подхватить да а получается что 2 вдруг сюда прилетели бисеринки и мы их провязали тоже вот этот момент будет коряво смотреться в самом жгутики то есть все должно быть вот так вот ровно и красиво если вдруг у вас затесали сюда две бисерины вместе это будет коряво сразу же какой-нибудь тут горбик вылезет вы вот так вот пальчиками его почувствуете точно так же до этого места распускайте то есть если уж мы вяжем то вяжем красиво качественно и правильно еще такой момент для того чтобы меньше путаться вот тут в самом начале сделали набор на свой жгут да и два или три цвета других возьмите например у вас вяжется розовый жгут да вы сделали набор розовым бисером в конце наберите 6 бисерин к примеру красного цвета 6 бисерин белых 6 бисерин серых то есть два или три других цвета больше не надо эти бисеринки помогут вам начать то есть вы провяжите первые 6 бисерин вы увидите как они у вас встали вот здесь вот да вот тут вот самом начале дальше будете видеть что вам надо подхватывать именно этот цвет бисера да ну он у вас пока в первом ряду будет один дальше пододвигайте следующий цвет 6 бисерин и вы уже будете видеть да вот первый цвет у вас к примеру встал допустим красным следующий ряд у вас будет белый и вы видеть будете что у вас против красные бисеринки встала белая или нет то есть либо вы где-то промахнулись и подхватили следующую бисеринку либо наоборот в эту же зашли ну всякие могут быть моменты да но вам надо будет здесь отследить а это вот с такими разными оттенками бисера в самом начале вам будет сделать легче чтобы у вас каждая бисеринка друг над дружкой стояли то есть первый ряд у вас ляжет один цвет второй ряд вам будет хорошо видно как ложится второй цвет но максимум три ряда здесь вот такими оттенками другими вы можете связать не больше потому что если будет больше то вы не сможете спрятать вот эти вот свои другие так скажем учебные оттенки в конце век и вам придется перевязывать вот а учиться для того чтобы воспринимать визуально все вот эти ряды вы можете вот здесь разными оттенками бисера также для начала вы можете потренироваться на двух цветах бисера то есть что я имею в виду набираем не сплошняком один цвет так чтобы ничего нигде не терять и просто потренироваться хотя такие жгутики тоже имеют место быть они очень хорошо смотрятся если правильно красиво подобрать цвета то есть набираем одну бисеринку первого цвета вторую второго цвета и так вот чередуем через одну одна другая одна другая одна другая то есть у вас будет вот это чередование и когда вы будете вязать у вас всегда к примеру белая бисеринка будет над белой в следующем ряду а черная над черной то есть к примеру мы взяли черный белый да и получится такая вот как бы спиральная спиралька из двух оттенков бисера четное количество бисерин у нас в ряду 6 поэтому они всегда будут вставать друг над дружкой и вы будете визуально всегда видеть что вам здесь нужна белая бисеринка но почему-то вдруг у вас крючок тут нашел черную значит здесь ошибка ищем в чем эта ошибка а искать в одно этих двух цветах и тренироваться намного будет удобнее и вы быстрее поймете что зачем здесь куда втыкается крючок какие бисеринки должны в какие места вставать и так далее вот так можно потренироваться ну и когда ваше изделие будет уже готово я советую подобрать правильные концевики правильные и надежные концевики то есть во первых они должны соответствовать размеру во вторых они не должны расстегиваться до самопроизвольно так вот вот буквально то что нашла сейчас своем арсенале это концевики которые у меня сейчас есть они бывают различных размеров как вы видите да и вот такие большие размеры концевиков это для вот таких вот толстячков ну тут еще больше они достаточно хорошо себя держат потому что здесь очень сильный магнит и за счет своей площади тут вот ну прям очень тяжело надо потрудиться чтобы его получилось разъединить вот этот вот концевичок я использовала вот для такого жгута то есть посмотрите сколько у меня здесь бисерин в круге я уже забыл по 15 вот подходит вот этот концевичок то есть тоже хорошо держится в принципе но если мы говорим о таких вот маленьких размерах да про жгутики на 6 бисеринок то иногда бывают вот эти я чуть не потеряла несмотря на то что посмотрите у них вот здесь света как-то мало вот здесь есть так сказать часть магнита который уходит внутрь и в принципе так переломить невозможно и достаточно надежно держится но тем не менее я умудрилась потерять браслет потом я его конечно же нашла мне повезло было бы очень жалко то есть для таких маленьких размеров я бы посоветовала искать что-то более надежно например вот такой вариант у меня есть посмотрите это тоже магнитный концевик то есть там видите во первых туда уходит часть он не переломится и еще есть вот такой вот замочек видно вам нет вот видно думаю да вот ведь и он раз раз закроется и все уже не открыть вот хотя бы такой какой-то вариант если вы хотите например использовать магнитные концевички есть еще я вот уже все использовала у меня где-то идет посылка вот таких концевичков с алиэкспресса я там заказываю это не магнит вот такой штырёчек он входит то есть одна часть заходит в другую и там внутри вот в этой части концевичка там что-то такая силиконовая прокладочка что ли и вот этот вот штырёчек он прям так с трудом заходит понимаете то есть расцепить его достаточно сложно очень нравится мне вот эти вот концевички так что берите на заметку для тонких жгутов на мой взгляд самое лучшее решение вот но у меня на сегодня все я надеюсь что мои советы помогли вам разобраться в этом новом для вас прекрасном виде творчества вязание жгутов из бисера и вы всей душой полюбите это дело я постараюсь все о чем я говорила собрать в описании и добавить там ссылочки если вам что-то понадобится еще можете задавать вопросы как всегда пишите их комментариях по мере возможности я постараюсь на них ответить желаю вам вдохновение желаю вам побольше времени на новое занятие с вами была юлия и мой факультет рукоделия увидимся в следующих уроках пока пока